Вы увидели двор, где балопируют несколько скелетов, три скелета, и такое ощущение, что в этой ратуше, что или она была захвачена, или просто мародёрствовали, её жгли, и вот там горит свет, то есть она явная витамина. Можно заявку? Пока мы ничего не делаем. Я лечусь лечением лёгких ран. На час, секунду, на 12 хитов. Точнее, Равел. Он можешь меня вылечить? Ну, прям сильно я тебя не вылечу, чтобы ты не перестал умирать. На 7 я тебя лечу. 27 с 50 стало значительно нормальным. Больше половины? Я подхожу к воротам. Сейчас, сейчас, сейчас. Если кто мне 0, да, всё нормально. Кричу, есть кто живой? Ну, не вирус же. Уже не 2, ты уже не леопард. Да, ты уже не леопард. Побольше. Нет, не останавливайся. Нет, конечно. Я бы лучше с живыми пообщалась. Тебе кажется, что в окнах мелькнула какая-то тень, но никто не выглядывает. Я кричу, вы пришли поговорить. Договорить. Ребята, я, по-моему, не нравлюсь этим мертвым лошадям. Кажется. Да. Убрит какой-то. Как ты можешь ее взять? Да я тоже удивляюсь. Я же тоже мертвая. Я не мертвая. Это не так работает. Мы же все мертвые. Я хорошо отношусь ко всем живым существам. Лучше бы ты к мертвым нормально относился. Это все, кто ждет. О, драма пошла. К сожалению, трупные солидарности не существуют. Где-то единственное, чтобы я плохо к мертвым относилась. И закапывать надо, и все. Ты не высказываешь свою фель. Нам на миссии это взмущает. Он не толерантный. Нет. Они за двора не ходят. Они стоят во дворя. Делать будем. Мы туда придем. И после того, как мы к ним вообще зачем пришли. Покричал. Мы пришли тут не говорить. Нам бомбин сказал их. А, их убийца. Мам вампир вообще сказал. Может, вы к моему хозяину стоите? А вы сказали, не, мы болим к ним. А, мы молодцы, значит. Профессиональные. Смотри, профессиональные молодцы. Вампир сказал, что можно сходить его хозяину. Но работы у них нет. Но если мы убьем этих лечей, то мы, конечно, будем молодцы. Они нам помогут. Но чтобы убить лечей этих элитинов, надо быть большими молодцами. Надо еще уметь подчиняться чужому командованию. И, может быть, не так легко забывать о том, что ты только что оттенял. Вдруг мой, сколько у тебя на переговоры? У меня харизма ноль. Я из леса. В смысле, ты с деревьями только до этого разговаривала. И с животными. Понятно. Иду в обход смотреть чужому. Скелеты идут за вами все. А, и как только мы зайдемся за забор. Я присматриваюсь, что в окнах, и у меня единицы. Я пойду, пожалуйста, с ним. А то помрет. В второй раз. И присматриваюсь ко всякому этому. 14. Я так смотрю, мы свой. Вы ничего нового не видите. То есть, кто-то что-то знает. Явно эти существа охраняют подступы к ратушам. Ратуше кто-то тусит. Трубы вставать не собирают. Трубы вставать не собирают. Я думаю, что происходит. Почему мы с Арашей идем? У нас этих нет. Разведчиков нет. Мозгов у нас нет. Все нормально. Можно привыкнуть? Все хорошо. В переулоке явно вот тут живут. Вам прямо. Давайте, может... Я на всяких... Достаю меч и иду просто. Затом мечом. А кто может так, осторожно, наскрытый? Джек и Ридейн! На скрытность? Или... Кто может на скрытность подойти из угла, я так понимаю, выглянуть? Давайте я попробую. Да ладно, не так вот. Там жрут кого-то. Наццес! Сколько? Наццес! Там вальдир кого-то жрет. Миссия такая подходит в углу, он такая высовывается и видит, как какой-то труп едят кучка упырей и кто-то еще большой такой стоит рядом, смотрит на этих упырей. Стрёмный. И упыри такие, кто-то из упырей услышал. Они все-таки обращаются на тебя. И на инициативу. Эти упырей услышал. Эти упырей такие... А эти два пытаются укусить красивую девушку, потому что она, по идее, должна быть с меньшим количеством защиты. Ну, что-то так, что они как-то совсем кусают. Ну, что-то так что-то. Ну, что-то так что-то. Да. А? Извин, шестнадцать. Извин, я забыл, что я... Так, 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 так. Я же могу через клетки своих пройти? Да, с половиной скорости. Шесть. Вот я перехожу тогда вот сюда и стреляю в Бодок. Угу, давай. Девятнадцать. Блин. Попал. Четыре. Красавчик. Как леголаз. Ию! Да, Мады. Именно так и есть. Бодок такой идет. Знаю. Бьет. Такой идет. Бьет. Так, где ты у меня солнце мое? Угу. 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 Вокруг него распространяется аура. Но эта аура на вас не особо действует, потому что мы тоже, собственно, мёгкие. И он в упор смотрит на Равелла. Равелла подбросок по стойкости. А, стоп. И бьет кулаком. Десять. Так. Ты чувствуешь такой психический удар просто. по себе от его взгляда. И у тебя ноль хп. И он бьет кулаком помады. Сейчас скажу. И наносит. Так. Четыре урона. Это дробящих. И девять. Тринадцать. Тринадцать. Ага. Тринадцать. У меня есть кое-какой талант. Сейчас будет сложно, значит я иду сюда, это важно, и я хожу в обороне шаг измерений. Сейчас прыгать через него будет. Так, вставала нормально, так, вычеркиваю эту точку силы, и я перемещаюсь вот сюда. Вот, и вот я тебе дал послангование, но я бью этого, и я использую птионическое оружие, чтобы втащить его посильнее. Так, он рычит, возмущается, смотрит на миссии, миссии спас бросок по стойкости. И бьет он... бьет он Вольфа. Причем бьет он очень хорошо. Скольпи радости. Бьет его просто, знаете, вот так, чтобы он тут подбежал, он такой, ааа, со спины, со спины ему, хрязь. Он такой, чё, ааа. Да, он тебя больше ударил, поэтому он затаил на него злобу. И он, причем он ударил очень хорошо когтями, он пытался тебя ударить кулаком, и очень удачно он тебя не кулаком, он ударил тебя когтями на 5 дробящих повреждений и не кидайся, и 12 некротических, то есть это ещё у нас 17. 10 хитов у меня осталось тут. И удар был такой мощный, что тебе отрвало одну руку, кисть руки. Она такая, пим, и упала кисть. Она упала тут такая рядышком с тобой. Главное, чтобы кисть руки никого грызть не очень. Эти инстинкты. Да, и эта кисть такая, ой, мой хозяин, не убегай, не убегай. И она пытается тебя ударить за ногу. Эй, не стойка, не туда. Можно на внимательность? Чтобы этого не видеть. Покорябывает твои ноги. Олег! О! Почему твоя рука дырится против тебя? Водок. Дырит. Ты пытается укусить. Берешь одной рукой вторую руку, и ей бьешь в водок. Пощечки. Я вызываю вас на дверь. Я же выручил мечты. Дырит. Дырит. У меня есть. Честно. Открывается. Сейчас потом поймаю его, брат, и пришьем. Пришьем. Мы мертвы, поэтому вам все равно. Игреем. Эстин. Так. У меня сейчас рука на ноге, да? Рука на ноге, да? Я под ногами. Я тебя не сцелилась. Но у тебя уменьшена сила, потому что ты на руку теперь обходим мечом. В смысле? Так. Твоя рука мешает тебе жить? Или нет? Ее нет, она уже не мешает. Ее отсутствие мне очень мешает. Ну, в смысле, она на тебя все еще нападает? Да, но она пока просто... Ты хочешь ее убить? Я хочу ее пригвоздить стрелой к земле, чтобы она не уходила. Колька! Колька! Да, брат. Колька! Может, не стоит, если еще сильнее уроду быть? Хочешь? Ну, давай! Коль, смотри. Вот сюда руку приставляем и стрелой. Или болтом арбалетным, что еще плотнее будет. А нормально, нафиг тебе нервы. Двигай с рукой. 22. Ты же все равно мертв. Попал. Пожалуйста, живи. Попал. Хотя бы ты живи. Плюс 2. Пригвоздил? Пригвоздил. Все. Она пригвоздена. И, угол действия, я достаю личинку. Хорошо. А, личинку. Зачем ты личинок достаешь? Потому что я друг. Я такую. Подолжим. Булдыка. Я достаю из себя личинок. Из человекных штанин. Так. У меня 16 хипов. Каких хипов? Чисто теоретически. Может ли все эти хипы снести? Вот, кстати, да. Может. От людям. Задим взглядом. Если ты не прокинешь спас-бросок, он сможет все. Ну, спас-бросок я хоть лечи, хоть не лечи. Я вот про чем. Хоть лечи, хоть не лечи. Да. Молить или не молить, лучший вопрос. Ну, может, внимательский. Могу. Десять. Страшный шо пипец просто. И дырка в груди там, где сердце. Помогите. Давайте туда руку его засыпем. Ой, фан. Нужно лечения попробовать. Насколько он поврежден. Так же, да? Не отчак. Одиннадцать. Страшный шо пипец вообще. Беспорезанный, порубленный, мертвый кости из него торчат. Ну, давайте я его поатакую. И же с ним, господи. Там нету больше всего. Буду котенькой, как ты. Котенька. Мне блевать, буду котенькой. Попал. Плесенька. Пятнадцать. Попал не считаешь? Семнадцать. Попал. И двадцать. Попал. Попал. Что такое? Пожалуйста, сдохнись. 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 Одиннадцать. Я вас так люблю. Спасибо, до свидания. Сдохнись. 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 Нет, сейчас вру. Восемь. И семь. Это пятнадцать. Вам пада? Да. Да, он падает. А у меня рука, за что у меня рука обиделась, я не понимаю. Ну, скажем так, он пытался. А, нет, стоп, почему-то пытался. Он укусил, он укусил. Гуля, ну так смог. Так обидно, когда только ты выкидываешь за монстр в посадку и думаешь, крик, а блин, вы же тоже мертвые. Отстала. Вот, поэтому он тебя кусает на 12 урона. Так, а этот пытается Мадей тоже укусить и... Почему? Что, двадцатка? Он когтями промахивается, кинь урон от правой руки. Катана. Катана. Плюс два. Двенадцать. Он такой, короче, такой, с зубами. И ты такая, извините! И он на твою катану раз и располовинивается и череп просто. И зашли. Бывает. Атаковать свой ход. Вот это вот подстава, единичка от вурдалака. Рука, так сказать, визжит. Не визжит, пытается выдернуться из пригвозденной стрелы. Вот. И через какое-то время, пока вы так, что делать, что делать, рука такая затихает. То есть та магия, которая заставляла ее оживлять, она проселка. Ну, очевидно, что я ее управлял, кто-то управлял этой рукой, но это кто-то явно не. Это? Рука такая валяется. Это можно на лечение? Что-то вам подойти и попробовать. Замотать, залить и не влечение. Ну, вы ее можете как-то прикрепить, наверное? Давай попробуем. Так, я меч убираю, я беру руку. Рукой беру руку. Прикладываю сюда. И потом же стрелать. Там где-нибудь есть подорожник? Ну, может засохший, где-нибудь маленький усатый. Я могу тебе попытаться помочь. Я ему помогаю. Ну, я сделаю. Да. Что ты делаешь? Ну, ладно, можем. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Мы в доспехах, да? Там есть какие-нибудь металлические заклепки, что-нибудь. Больше 50, все нормально. Что-нибудь или проволока какая-то. 82. Я вот этими кусочками проволоки ему зажимаю руку вот в том месте, чтобы она была на лечении. Давай на лечении. 19. На лечении? Получается. Ну, это как хирургические навыки присоединить руку. Да, рука. Присоединить. Я просто, и рука такая отдельная. 2 хп, а потом руки не хватает на хп. Так, сейчас. 8 хитов. Подвигать я не могу. Я лечу. 19 хитов. Попробуй подвигать. Я пытаюсь так. Не получается. Оп, оп, оп. Вот, короче, в соединенном к второму телу. Надо лечение. Косуй на него эти царапины. Лечение царапины 20, да? В серьез? Да. Зарастает шок, и ты понимаешь, что ты можешь лечить. Вот, да. Вот, 31, по-моему. У нас есть хиллер. Уже нету. Кончился хиллер. Тебе надо? У меня двадцать хиллеров. И двадцать. Опять двадцать двадцать двадцать. Ты мне говори, надо, не надо. Я лечусь за рядом. У-у-у! Милосилки! А, это тройка. Знаете, одна восьмяка тоже хорошо для моего мастерскую семью. Одиннадцать. Я себе лечу. Плеси пять. Это значит двадцать семь. Подхожу к Вольфу. Подружески хлопаю его по плечу, используя заряд пояса. Вот сразу видно на тебя использую. Пять. Двадцать пять тройку. Половина. Да, ровненько. А, можно посмотреть, что они там жрали. Можно. О, да. Секунду. Четырнадцать. Они жрали какие-то тела. По ощущению, что вытащены откуда-то из могилок. Обыскивай. Давай. У меня двадцатка. Копаться в трубах. Сейчас погоди. Мы сами трупы. Ты нашел флейту такую мерцающую серую. Дудю в нее. И она почему-то не дает ни звука. Ты дудишь, она красивая. А как реагирует Дэри на эту флейту? Никак. Потому что она начинает умирать там. Там еще кровь из ушей. Нашел рандомную флейту в другом мире. Не течет. Не течет. Шарик сургуча. Вы нашли два зелия лечения легких ран. У. А у нас осталось чуть-чуть. Нет, вы оставите мертвую. Я поменешу мышь. А поменешая мышь это хорошая морожка. Она шматиха у нас. Навсегда ушла. Пригодится. Она вечно тихонькая. Можно заявку? Давай. Я чешу Дерина за ухо и пою его одной лечилкой. Мне жалко собачку. Сейчас, погоди, я его напою на серию хитов. Он пьет и сразу начинает выглядеть более живо. Затягиваются тираны. Отрастает она на ногах. А тьма где расположена? Она не расположена. Она пролетела. Подлетели два сгустка к ним и исчезли. Они упали. Я подхожу и кастую на эстену. Просто подходишь. Это не будешь. Ах! Ты подходишь и тоже понимаешь, что будет взгляд. 21. Ты подходишь к эстену, видишь, что там тоже кто-то из темноты на тебя зыркнул. Ты почувствовал какой-то такой, как ты стал не по себе. Но, собственно, на этом все подошло. Я кастую на эстену свет. Он светится. Отлично. Ты хочешь мертвую светящуюся женщину? Я его беру и утаскиваю. На силу, да? На силу. Ты знаешь, что он тебя так поранил. Жизнь твою не забрал, но он ранил тебя на 8 урон. Ты жив? Ну, в смысле? Нет. Я не жив. Я беру Джека и утаскиваю его. На 3 дней утаскиваю. Я пробую еще раз. Четыре. Я пробую еще раз. Тринадцать. Дарина на мертвец мы ее утаскиваем. Я чешу Дарина за ушком. Говорю, хороший, Дарин хороший. Красивая светящаяся мертвая женщина. Ну, так себе красиво. Ирину такой себе красивый, не светящийся мертвый король. Ну что, давайте. Я на лечение пытаюсь. Я не знаю, как лечить мертвецов, пытаюсь привести чувства на 11 светящихся. 17. Не светящих. У тебя получается. Я пытаюсь. У, на 20-ка. У вас 0 хп. Вы тоже почувствовали свой самый главный, самый страшный. Когда он вас коснулся, вы сразу упали просто без сознания. Вы какое-то время еще идете. Вам удается обойти несколько раз еще живущих упырей. И вы подходите, в общем-то, к этому зданию. Это был, похоже, какой-то просто чей-то дом. Двухэтажный, по крыше у него горгулии. И там тоже есть следы разрушений. Его, очевидно, тоже захватывали, как ту ратушу. То есть там пожарище. Но, в отличие от того места, где вы только что были, там все аккуратненько убрано. Тяжелой тип. Да, лужа крови там есть, но тела нет. То есть там, как бы, более все утонченно. И подбороз летают мыши. Эй, есть кто живой? Опять стряхт. Нет, да. Нам сказали, у вас есть работа. Через некоторое время, сначала никто не отвечает. Мыши вообще не обращают внимания. Но через некоторое время, вы видите, выходит ваш знакомый. О, сейчас у меня есть дикая эмпатия. Я ее использую на мышей. То есть я как бы с ними общаюсь, и они как бы считают меня другом. Вы что, тут два дико эмпатичных? Окей. Они на меня как-нибудь реагируют. Я здорова. Наш знакомый... Если дотягивать, я чешу. Его не очень-то выше, поэтому... Я здорова с Ямом. Я говорю, здравствуй, Ям. Да, Ям такой, о, вы пришли. Ну, проходите. Как раз... Господин как раз кушает, так что... Можно мы подождем пока? Можно присоединиться? О, я иду... Они присоединятся. Я хочу попробовать. Ты жми. Вот это друид. Друид. Я не доверяюсь сомен твой. Друид. Но поживут надо любым способом. Вдруг если есть... Они же живут все мертвечами, почему-то живые. Если я... Нет, они не живут. Во имя науки. Они нежить. Я тоже нежить. Да, но это ненадолго. В твоем случае. Ну да, в твоем случае я еще более ненадолго без нежисти. Крестный вонсир, блин. Ян... Я... Можно я попробую? Ян провожает вас... Ян приглашает вас в комнату, где за столом сидит еще один вампир. Такой, ну, типичный вампир. Бледненький. Такой темноволосенький. В богатой одежде. И он сидит. У него, значит, тут кубок с вином. Хотел сказать. Яблени с вином. Вот. И... Ты пришиваешь прям к полине, да? И на столе стоят несколько черепов, тоже наполненных кровью. И он, говорит... Он, очевидно, черпает кубком оттуда. Черпает оттуда кровь и пьет. И он вас приглашает садиться. Говорит, я мне о вас рассказал. Очень приятно видеть королей в своем скромном дверище. Я ему хватюсь. Такой, типа, да. Да, король. Да, король. Ну, да, король. Ну, да, король. Ну, по фарказму в его голосе он понимает, что вы никакие не короли. Кажется. Это не мешает мне сказать, что да, я король. Да. В своем деле. Или он вас... Вам приглашает вас садиться и спрашивает, что у вас, собственно, привело в это негостеприимное для необычных мертвых мест. Яна. Можно попробовать? Кровь? Да. Пробую. Кровь. Ничего не происходит. Можешь прокинуть? Ты даже не чувствуешь? Да, мне кажется, не чувствуешь. Девять. Не очень-то. Так, процентно. Отстаньте, а что это по двадцать? Сейчас. Я найду вторую половину, сегодня процентно. Дайте свою. Ха-ха-ха. Тридцать девять. Не так себе. Такое. Кровь. Ну, тоже бежи. Соленая. Жалко, что я не чувствую себя лучше. Жалко, что я не чувствую себя лучше. Соленая. Что за что-то находится? Лин. Теперь тебе. Это классно. У нас там не было, да? У меня особо... Это просто еда, это их не восстанавливает. Не подавай им благохедили, пожалуйста. Ну, если он живых поест, то да, восстанавливает жизнь. Нет, но зомби-то там жрут зомби, и они как-то живые. Зомби ищут эти зомби. Они не живые же. Это просто их образ жизни. Кто-то дышит воздухом, а кто-то жрёт зомби. Понятно, жалко. Так, он спросил нас, что... Я ему говорю, что мы здесь ищем некоторый камень, который называется каменный душ. Он говорит, что все тут его ищут, и я его ищу. И ячейка алхомных его ищет. Прикольно. Мне надо, а я не знаю зачем. Они всегда какой-нибудь гадой задумали. А вам зачем? А ему надо. Калет. У нас калетили. Проницательность. Хорошо. А что вам надо было с камнем сделать, принести? Скажите, уважаемый, а у вас много здесь народу? Кого у вас? Ну, в смысле, у вас, в вашем доме, вы или у вас народ? Ваша вампирская комната. Нет, я тут один. И я вам прищён. Жалко. А то я хотела вам предложить. Давайте объединимся. Вдруг полуны нашли уже этот кристалл без нас, а мы с вами объединимся, мы вам поможем найти кристалл. Как мы его потом будем делить? Мы его вам отдадим? Ооо, честные глаза! Особо его нам отдадите, да? Ну, зачем? Если вы его ищете, то зачем вы будете его нам отдавать? Он нужен для ритуала. А вам зачем? Мы его пройдём, мы тут быстренько пролетём и отдадим обратно. Жить хотим. И как он с вами связан? Судя по вашим глазам, вы не из этого города. Ну, нам сказали, что если мы воспользуемся этим кристаллом, или что это, мы станем обратно живыми существами. Да, без этого нас... Мне так и сказали вообще. Так что я не вру, я уверена. Вы же не маги, вы же не можете его купить. В смысле не маги? Кто сказал, что это не волшебная палочка? Я чуть-чуть. Не маг, правда? Плохо? Плохо. Да. Вы не хотите с нами идти искать? Ммм... Мне его не надо искать, я знаю где он. Где он? Да ладно! Какой ты хороший! Мы его вам принесём. Если вы мне сумеете внятно объяснить, каким образом вы мне его принесёте, если он вам нужен самим... Мы воспользуемся и отдадим. Я вообще не понимаю, в чём проблема. Как им пользоваться? Маги, как им пользоваться? Скинул такой просто! Открыть. За что купил, за то я продаюсь. Как мне сказать? У него сидал объёк, поэтому... Так, давай, Мисс. Я даже только эту версию слышала. Так. Просто если вам удастся заполучить этот камень, за вами сразу же придут алхумы. Прикольно. И только алхумы где-то. И не дадут вам выйти из города. Да? Недрехов. Так. А почему он скушил? Сами достать? Сильно. Не хватает. А у вас? А он в дверь? Как-то не пачкался. Я всё надеялся, что они его заполучат, а я у них отберу. Но без меня, как бы, вариант, конечно, что вы его заполучите, а потом я его отберу у вас. В принципе, наверное, тоже не будет. 80 рублей. Так. Или ещё лучший вариант. Вы его заполучите, алхумы убьют вас. Вы их тоже убьёте. Ну, я, короче, убью того из вас, что остается в последний. Мне нравится этот вариант. Хорошо. Видишь? Очень хорошо общаться с деловыми людьми. Мы друг друга понимаем. Я предупредил, что я вас даю себя убить. Если вы заполучите этот камень и мне его не отдадите. Хорошо. И, тем более, что, если вы... Сюда. В смысле? Поднимали кристаллы, ванны. Как мы не знаем, где он? Тем более, этот кристалл хотят получить ещё магии из внешнего мира. Вот сволочи. Да. Они кто зачем? Они, собственно, виноваты во всей этой катастрофе. Это они создали, собственно, этот камень душ, проведя ритуал изучить его душ из всех жителей этого города. Поэтому им нужен... Они пытались... Они пытались получить силу. Не во имя науки. Не во имя науки. Они пытались повторить эксперимент алфуном, делав камень, ну, что-то вроде филактерий для магов. Вот. И принеся в жертву для этого вот такую просто проволоку душ. Поэтому, как бы, я предупреждаю всех, кому присылают магии оттуда, что магам не нужны свидетели. Поэтому, если вдруг вы посланцы магов сходите в одну кристаллу, они вас убьют, скорее всего, полчаса в кристалл. Потому что он такой... Эй, подходит к тебе и так лапкой, так тебя что? Я чешу першу за ушку и горшу. Но мы их не пугали. Нас послали жрецами. Это просто разница. Да-да. Не путай бардов и друидов, пожалуйста. Дорогая, а зато мы снова вместе хотим. Руки убери, а то оторву. Ты мне их пришиваешь, Сиболь, там где-то такой. Я их пришиваю. Откуда идти? За камнем? Внизу, на главной площади города, ну, вообще, именно главной, это площадь, площадь арьевщиков. Главная площадь, это площадь, на которой стоит ратуша, а нижняя площадь, площадь арьевщиков. На ней, собственно, находится камень душ, потому что именно на ней проводили ритуал. И один из спавших героев попытался помешать, и теперь он входит сам. У него камень в груди. Его надо оттуда достать, в груди этого героя. Он стал безмозглым абсолютно, и он пытался защитить жителей, чтобы помешать ритуалу, чтобы маги не сумели забрать души. В итоге ритуал он сорвал, у магов этой филактерии как бы филактерии не получилось, но и он погиб, и вот это последнее желание защитить этот камень, не отдать его магам, у него как бы, да, закрепилось, и поэтому он ходит, и никому его не отдаёт. Он в этот камень пульсирует сильный цвет, он таким же, как ваши глаза. Девушки. Дружище, а ты не в курсе, где вообще живут эти маги? Они вообще откуда взялись, откуда пришли? У них храм на окраине, ну там, неподалёку от нашего города. Ясно-понятно. Там есть ячейка культа, там есть жрица, есть мага. Большая разница. Ты нам очень помог. Аферия, ну и раз. Что вы делаете? Идём туда. А, кружок. Вы через некоторое время слышите рядом бопли баньши, по всему той же самой бопли баньши. А, кстати, идут баньши. Это девушка, да? Я становлюсь вот на расстоянии видимости, и ей так, девушка, девушка, а где твой любимый? Она плачет и говорит, там, на площади. А, ты не спасти он вас? Да. А как его спасти? Она говорит, его невозможно спасти. Он умер. А, ну ты же тоже мёртвая. Мы выйдем из него кристаллы, вы будете вместе счастливы вечно. Она говорит, что тогда вам нужно будет нас убить обоих, и мы будем вместе с ним всегда и всегда. Купый вопрос задаешь женщине. Я не там. Хорошо. Мы сначала его убьём, а потом ты приходи, мы тебя убьём. Она летит с вами. И тебя вылечим. Она летит с вами. И плачет, и кричит. И когда вы подходите к площади, там слышится дэрин. Дэрин начинает отвечать до того, как вы подходите к площади. Я вам там всё не нравится, он весь ощетиненный. И когда вы приближаетесь, вы слышите рёв, то есть там определённо какие-то знакомые существа. Я превращаюсь в леопарда. Ну, пишитеckđ, а то есть и альтернатыB Smircan wand. Продолжение следует...